Добрый вечер, здравствуйте. Это программа Точка Зарения. Говорим сегодня о едином государственном экзамене. В гостях у нас начальник отдела городского управления образования Ольга Алексеевна Ефимова. Ольга Алексеевна, добрый вечер. Добрый вечер. В который раз у нас проходит сдача единого государственного экзамена. Но вообще единый государственный экзамен в штатный режим вошел с 2009 года. То есть в этом году был девятый раз, когда дети участвовали в ЕГЭ. В свое время говорили о том, что форма сдачи единого госэкзамена, в той, какой она существует, она несколько непривычна для наших школьников. И с этим они испытывают определенные неудобства при сдаче экзамена. За 9 лет наши школьники, наши выпускники к этой форме привыкли или по-прежнему относятся к ней осторожно? Безусловно, что сегодня эта форма детей совершенно не пугает. Во-первых, уже столько лет, и они знают, что им сдавать именно в этой форме экзамены. Во-вторых, ежегодно проводится репетиционное тестирование. То есть процедура проведения всего экзамена поэтапно. Дети вот просто репетируют. Даже нам не важен результат по русскому языку, какой они получат по математике на репетиционном тестировании. Но они пройдут репетицию процедуры. Поэтому как таковая сама процедура уже во время проведения экзаменов, я думаю, детей не пугает. Потому что при собеседовании с ними они как раз делают упор уже на другие вещи, которые, конечно, связаны с процедурой. Например, увеличение времени экзамена на сложность каких-то предметов, на увеличение часов в школе для каких-то предметов. То есть дети уже прогнозируют будущее, чтобы сдать экзамены хорошо. А сама процедура, я думаю, что их уже сегодня не пугает. Сколько выпускников сдавали единый госэкзамен в этом году у нас? Значит, выпускников этого года было 548. И два выпускника прошлых лет, они восстанавливались в школе, чтобы получить аттестат. То есть они не сдали ЕГЭ в какой-то год, например. К сожалению, эти люди так и не сдали. Математику им надо было сдать. Поэтому будем говорить о 548 выпускниках наших школ города. Один ребенок не явился на все экзамены. У него будет возможность, если он захочет пересдать в сентябре эти экзамены. 547 детей сдавали экзамены, и они все их успешно сдали. То есть 547 детей получили сегодня аттестаты в среднем общем образовании. Теперь давайте поговорим об обязательных экзаменах. Что это за экзамены, как они сдавались и так далее. Значит, чтобы получить аттестат, надо сдать только два экзамена успешно. Это русский язык и математика. Все остальные предметы по выбору дети выбирают для того, чтобы поступить в какой-то ВОЗ. Поэтому выбор определен конкретно каждым учеником, конкретно для его задачи, для продолжения его образования. Русский язык сдали очень хорошо. Средний балл по городу 69,2. То есть он такой примерно стабильный на протяжении последних 3-4 лет. То есть стабильно такой результат. Второй обязательный экзамен математика. Какие у нас здесь показатели? Второй обязательный экзамен – это математика. Математику дети с 15-го года сдают профильный уровень, базовый уровень. Могут сдать и тот, и другой. Для получения аттестата достаточно только базовый. Для поступления в ВОЗ, там, где надо, ребята сдают профильный. Базовую математику дети сдали просто замечательно. У нас 88% четверок и пятерок. То есть сами представляете, какой это высокий процент. Математику профильную сдали чуть похуже, но это сложное уже уровень идет, это поступление в ВОЗ. Но тем не менее, средний балл у нас 45,3, по-моему. На совещании в области прозвучал областной балл, то есть мы выше областного. Но поскольку пока они нигде не опубликованы, мы сравнивать себя с областью не будем. То есть по профильной математике. Но у них была запасная подушка, это математика базовая, то есть аттестат они получили. То есть аттестат они все-таки получили. Переходим к предметам по выбору. Что у нас в городе у выпускников пользуется популярностью? Какие предметы по выбору? Вот пятерка предметов, которые за последние три года, вот просто лидирующие позиции. И они даже между собой не меняют позиции. Первое место это общество знания. В этом году 62%. Это больше, чем в прошлом году. В прошлом году было 52%. На втором месте стоит физика. Однозначно. В прошлом году 28%. В этом году 28%. Вы чувствуете разницу уже, да? 62 и 28%. На третьем месте стоит биология. В этом году 19,7%. В прошлом году 16%. Тоже рост идет, да? И на четвертом месте история. Одинаковая 16-16%. И на пятом месте информатика. Но если в прошлом году 8%, выбирали, то в этом году 12% ребят выбирали информатику. То есть и подобная ситуация сохраняется на протяжении трех лет? Ну вот, да. По статистике вот эта пятерка предметов даже не меняют они в рейтинге никакой позиции. Но все равно, если рассматривать гуманитарные предметы и все остальные, то процент гуманитарных предметов достаточно высок. Почему? Дело в том, что это же определено сегодня как раз политикой высшего образования. То есть если сегодня вуз принимается по обществознанию, да? Поэтому ребята и выбирают общество знания. Если географию практически ни в какие вузы не надо, ребята и не выбирают географию. То есть это выбор предметов, он определен тут вот однозначно вузом. То есть если в девятом классе можно говорить о том, что я люблю этот предмет, я люблю эту учительницу, поэтому я знаю этот предмет и я выбираю этот предмет. Он пока никак не влияет на их будущее образование. Они идут в десятый, в одиннадцатый класс, либо в колледж какой-то, да? То в одиннадцатом классе вот этот выбор определен только вузами. Если в вузовских запросах произойдут какие-то корректировки в сторону точных, естественных наук, то мы непременно увидим это же и на значение. Конечно, Дмитрий, конечно. Это однозначно. Ну а теперь давайте поговорим о результатах предметов по выбору. То есть как ученики справились с этими экзаменами? К сожалению, не могу порадоваться так же, как на русском языке, например, что есть предметы, по которым не все дети прошли минимальный порог. То есть они не сдали какой-то экзамен. Но есть предметы, по которым все дети прошли минимальный порог. Нас это всегда радует. Ну, например, это литература, что у нас там все дети сдали. Это, например, география. Ну вот русский язык все дети сдали. Английский язык, немецкий, французский язык. Все дети сдали, прошли минимальный порог. Вот хотелось бы еще сказать про английский язык, например. Почему немецкий, французский не останавливаются? Там по одному человеку выбирали. То есть как они сдали, так и не сдали. На всех иностранных языках экзамен проходил в два дня. У них первый день письменный экзамен, второй день устный экзамен. И нас очень радует, что у ребят по английскому языку средний балл по городу растет 66 в этом году. И высокобальников у них 18,6%. То есть это тоже достаточно хороший процент для иностранных языков. А по какому предмету у нас самый хороший показатель? Самый высокий процент высокобальников в городе по информатике. И этот процент растет в прошлом году, в этом году. То есть идет стабильный рост показателя информатики как по среднему баллу, по проценту высокобальников, по проценту сдавших экзаменов. Кроме того, второй год подряд по предмету информатики у нас есть выпускники, которые набирают 100 баллов. А это максимальный балл. То есть таких детей вообще по всей стране не так много. А у нас есть высокобальники. В прошлом году и в этом году по информатике это все седьмая школа. В этом году у нас еще есть 100 балльник по литературе. Это 21 лицей. Есть работы, которые не 100 баллов, но 98 баллов. Это тоже высокий результат. И для детей это, я считаю, что это тоже вершина, которую они сумели покорить. Ну вот как в советские времена говорили, хорошисты. То есть вот сколько их у нас? О, пока не знаю, сколько хорошистов. Но если говорить вот не про хорошистов, а про отличников, то у нас их в этом году много, 54 человека. 54 человека. Да, тоже по сравнению с прошлым годом там было 43 человека. Тоже растет это количество ребят. Мы очень рады, что растет это количество ребят. Рады еще и потому, что эти дети сдают ЕГЭ просто замечательно. То есть они сдают на 98, больше 90 баллов. Редко у кого больше 50 баллов. В основном вот как бы результат у них просто замечательный. И мы рады за них, что у нас есть такие дети. Мы всегда говорим и гордимся этим, что у нас медалисты есть. Не только в городских, но и в сельских школах. Не только в средних, общеобразовательных, но и в статусных школах. Понимаете? То есть из всех школ есть ребята-медалисты. И это очень радует. Я считаю, что это хорошая городская позиция образования. Наши выпускники этого года, они будут конкурентоспособны при поступлении в ВУЗ? Однозначно на этот вопрос пока не возьмусь ответить, потому что не знаю результатов области и результатов России. Когда в прошлый год мы уже могли сравнить, да? И мы могли говорить о том, что наши дети конкурентоспособны. Ну вот на мой взгляд, когда дети получают даже больше 70 баллов, 70 баллов, то они уже конкурентоспособны. Если говорить в целом о том, может быть, количестве ребят, которые конкурентоспособны, пока не могу сказать, потому что это все равно связано с конкретным ВУЗом, куда определяет свое будущее образование выпускник. Но надеюсь и хочу им всем пожелать, чтобы они были конкурентоспособны со своими результатами, чтобы они поступили на бюджетные места в ВУЗы, именно те, которые они выбирали. Хочется верить, что они у нас конкурентоспособны. Ну, уверен, что все у них получится, все у них будет хорошо. Большое спасибо за беседу. Ну а с вами, уважаемые зрители, мы прощаемся. Увидимся на телеканале ПТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова